Всем привет! Что заскучились? Я не снимала видео две недели. Я была в отпуске в Карпатах. Ой, я там так классно каталась на санках. Если вы не смотрели, мой инстаграм, пожалуйста, подпишитесь. Там можете посмотреть в папке воспоминания о моем путешествии. А сейчас пойдемте вместе. Я сейчас записана на окрашивание волос. Так, ну что ж, я расположилась тут уже в стульчике. Вот мои корни отрусшие. Будем сегодня их закрашивать. Ну все, 8 марта, через пару дней уже надо вот это все привести в порядок и быть как цветочек. Правильно? Мы прекрасный, ну, мы прекрасный мастер Надюша. Будем сегодня, она тоже хочет снять видео полного процесса, как это все наносится и распределяется вообще, как делать правильный переход. Я вам оставлю ссылочку. И у нас сегодня будет очень интересный контент. Увидим результат после. Я хочу такой красивый тон без переходов. Блонд, и мы сегодня сделаем вообще хулиганство, подстрижем концы. И это вообще, я так редко... О, Боже, я сейчас буду обморок. Все знают, я боюсь этих концов больше всего. Я прямо, ну, мне кажется, надо срезать вот столько. Ну вот столько как-то и не больше. И вот, потому что... А потом вот так вот выходишь. Не, ну я шучу, конечно, мы чуть-чуть обрезаем, но просто это всегда такой страх. Тут за каждым волоском вообще, как осина вылезет, трясешься, чтобы он, не дай бог, там не отпал, ничего. Ну, конечно, если концы уже таки подставшие, как у меня сейчас, оно выглядит, что с укладкой, что без укладки уже не очень. Поэтому надо, конечно, сегодня будет немножко подстричь, но будем подстригать так, чтобы не убирать длину. Это магический способ обрезания концов без смены длины. Пытаюсь найти какой-то симпатичный ракурс, то ближе, то дальше я понимаю, что в этом пенюарчике миссия невыполнима. В общем, хочу сказать вам, что нанесли мы на корень окислитель, 6% мы используем. И после того, что через 20 минут будем смывать, и нанесем тоник, промассируем, и все. И после того, как смоем тоник, уже будем приступать к укладке. Все довольно просто происходит. Протягиваем, видите, вот так вот цвет, чтобы не было каких-то переходов некрасивых. И тонируем потом в красивом оттеночке, чтобы был такой, знаете, волос наполненный, плотный. Вот действительно после тоника создается ощущение, блонд это же все-таки такой пустой волос, такой сухой. А вот после тоника волосы как будто бы наполнены изнутри, как будто бы даже после какой-то уходовой процедуры. Это очень приятно, потому что вот волосы, которые кажутся такими тонкими, сухими, они сразу оживают и становятся очень приятными на ощупь. И прямо волосы ощущаются даже гуще как-то, за счет того, что они становятся плотнее. Я везде хожу со своими шоколадками. Раз, сумочку откроешь, а у меня там всегда шоколадная фабрика. Значит, вот моя резиночка для волос. Я использую сейчас вот такую шелковую резинку, никаких других вообще не использую. Мне очень нравится то, что шелк, он не передавливает волосы, даже их слегка шлифует, очень бережно фиксирует. И за счет этого волосы не передавливаются и не травмируются. Очень классные резинки. Ну и поскольку мы волос наполняем, естественно, он становится менее ломкий, потому что когда волосок наш сухой, как соломинка, он раз и легко может отпасть. А когда он внутри наполненный, плотный, эластичный, то, конечно же, он не отпадает. И есть возможность хорошо отрастить длину волос, чего мы с вами всегда очень хотим. Мы уже смыли краску и сейчас будем наносить маску на волосы перед тем, чтобы нанести тонирующий компонент. А почему мы перед тоником наносим краску, маску? Наносим маску для того, чтобы наполнить волос, чтобы он был не пустой и цвет тогда не будет проваливаться, будет равномерно везде распределен и круто смываться равномерно. А вот если девочки, например, в домашних условиях крашивают волосы, вот они, например, окрасили корень, то им тоже перед нанесением тоника рекомендуется маску? Ну, просто дома мало кто тонируется, а если дома тонируют... Нет, да мы вот берем, что вот отличницы такие. Отличницы, тогда обязательно лучше. Ну, то есть оно как бы не то, что необходимо, но это очень даже хорошо. Классно. То есть сначала держим маску, а потом можно тонить. Да, оно выравнивает, наполняет волосы, а потом поверхностно мы уже тонируем. Класс. А вы знаете, я как-то смотрела одно интервью, значит, стилиста, и он рассказывал о том, что не так важно, сколько подержать на волосах маску, как важно, как ее волосы массировать. Вот как вы считаете? Распределить все. Ну, поддержать это тоже важно. То есть прямо вот их массировать. Подержать это тоже важно, потому что, особенно если мы держим под теплом, то оно больше и глубже попадает в волосы. А если вы нанесли сразу смыли, то оно еще при этом не причесали, не распределили маску равномерно, то оно не на все волосы попадет и не проникнет вглубь волосы. Поэтому как бы лучше подержать ее минут 10 хотя бы или лучше. Ну, вот меня всегда очень удивляет, когда производитель на упаковке пишет там, подержите одну минуту, две минуты. Ну, мне кажется, это вообще неэффективно. Ну, оно как бы нанесли, оно сразу и смыли поверхностно. То есть, типа, ну, поверхностно там где-то там что-то попало, но чтобы именно если напитать, восстановить волосы поглубже, то лучше подержать подольше. А вы знаете, я вот на днях читала комментарии, мне одна девушка написала, что что бы ты ни делал с волосами, как бы ты там за ними не ухаживал, исправить состояние поврежденных волос нереально. А вот другая девушка, с которой я отдыхала в Карпатах, она сказала мне, что у нее были очень поврежденные волосы в блонде, и она стала очень хорошо за ними ухаживать, и у нее поменялась вот прям текстура волоса. Он стал шелковый. Вот кто из них прав? Смотрите, да, и та, и та, я могу сказать, что правы. Просто смотря, если вы правильно подберете уход, и вы его будете делать регулярно, то есть вы не сделали один раз, и все ждете чудо, что они... А если вы будете делать это регулярно, и вот эти вот сухие поврежденные волосы, вы будете напитывать, напитывать, они будут становиться мягче, эластичны, и они не будут ломаться. А если вы один раз сделаете маску, они будут хорошо, но оно со временем эффект уйдет, они опять станут сухие, и опять будут ломаться. Поэтому здесь как бы все правы, просто кто как ухаживает То есть если ухаживает регулярно дома, то уход способен прямо восстановить волосы, да? Да, ну то есть смотря по мере, конечно, повреждения ваших волос, а вообще да Ну вот эта девушка, с которой я отдыхала в Карпатах, она мне сказала, что у нее посредством ухода, но она правда не красилась в этот период, да? У нее даже изменился цвет волос, то есть волосы, у нее правда были очень хорошие волосы Они были прям такие блестящие, плотные, она говорила, что они были очень плохие, а вот сейчас посредством того, что она очень так тщательно ухаживала дома Маска, бальзам, все остальное, то они прям поменялось, сама текстура и даже цвет Может быть такое? Ну цвет, не знаю, просто волос когда напитанный, наполненный, он более блестящий, он приятный, он красиво выглядит А если он такой сухой, тусклый, то он бесцветный, такой серостью он дает Поэтому, ну цвет особо не меняется от этого, но волос выглядит красивее, конечно, однозначно Но в любом случае, то есть мы приходим к выводу, что домашний вход это абсолютно необходимая, да? Такая вот часть, от которой отказываться никак нельзя Больше процент зависит от того, что вы делаете дома, потому что салоны, процедуру вы сделали хорошо, но все равно вы дома больше части моете голову, укладки делаете Если дома ничего не применять, то волосы будут сухие, чтобы вы какие-то уходы не делали Ну да, конечно, оно же в любом случае, постоянно дома как-то повреждаешь волосы и фен, и расчески, и вообще каждый день там, то есть с них выпал, то ветер подул Если не ухаживать, то оно, конечно, выглядит плохо со временем Вот такой у нас сегодня получился цвет Волосы сразу такие мягкие Мы обрезали концы, он получился вот такой ровный срез Кончики сразу выделены такими свежими, накерпавшими Все свежа и хороша, как тюльпан к 8 марта Я уже еду домой, была на почте, забрала посылочку И буду монтировать видео Поэтому я надеюсь, что это видео было вам полезным Подписка, лайк, колокольчик И до встречи в новых видео